Всем привет, народ! С вами Никитос. Добро пожаловать на канал Электрик и добро пожаловать на новенькую серию по BIMNG. Ну да, это у нас получается первая серия по BIMNG в этом году. В общем-то, с декабря месяца мы в BIMNG не играли, вот, сейчас возвращаемся. Собственно, насколько мне помнится, серии по BIMNG у меня не так мало лайков набирали, поэтому, собственно, BIMNG возвращается на канал. Итак, что у нас будет сегодня, ребята? Открытие этого сезона, сезона 2016, можно так сказать, я решил начать с наших традиционных догонялочек. Итак, вот наши первые участники на сегодня. Итак, это у нас Toyota Saurer, ну а это Nissan Silvia Skyline, да. Ну, я поеду на Toyota, хотя, на самом деле, азиатский автопром я не очень уважаю, мне ближе всё-таки немецкий. Кто помнит, я вам говорил уже, что BMW, это мой любимый автомобиль. Ну, а мы начинаем. Итак, ох ты, нихрена себе. Вот это начало. Ой, бля, куда я поехал? Так, всё, давайте сразу, давайте сразу стоп. Так, слушайте, а по-моему, Nissan, то он оказался мощнее, чем Toyota, что-то я не угадал. Так, давайте всё вернём на свои места. Хорошо, а допустим, а вот если мы поедем на Nissan, мне кажется, он мощнее просто оказался. Да, чё-то Toyota откровенно не валит. А вот Nissan вообще охренительно валит. В таком случае, давайте я немножко сбавлю скорость, чтобы было честнее. Ну, или чтобы Toyota разогналась, а вон она уже разгоняется. Ух ты. Так, он избирает свою любимую тактику, к нам просто прицепляется. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это мяско. Так, всё, Chasing Player Off. Все успокоились. И смотрим, в общем, что у нас и как. Так, ну это груда металлолома, просто нихрена себе. Кстати, как смяло Skyline. Охренеть. Ну, собственно, это практически та же самая участь постигла и Toyota. Никакой разницы. Её тоже, так можно сказать, смяло. Так. Нет, слушайте, чё-то... Слушайте, чё-то эта Toyota меня не устраивает. Она вообще что-то не валит, поэтому давайте мы её сейчас на что-нибудь другое заменим. Например. Так, 30-й... 30-й BMW Sport. Так, слушайте, а я вот чё-то не помню, он валит или нет? Ну, давайте проверим. Вроде как он валит. Ладно, Chasing Player. Ну, поехали. Так. Боюсь, что всё равно Nissan всё равно мощнее. Ну, на самом деле, я неправильную машину взял. А хотя... Ну, хотя, в принципе, нет, слушайте. Нормально, можно, в принципе, ехать. Итак. Тормози. Ни хрена си, у него тормозной ход, конечно. Но с другой стороны-то я уже разогнался так быстро. Так, Chasing Player. Мне просто интересно, куда там улетел наш товарищ. И как он улетел. Я пиздец, я пиздец его тут смяло. А, взял я, короче, свой бумер. Еду, короче, дайте, пацаны, такую ситуацию. Еду я, скажем, на дачу. Ну да, на дачу. Ну шашечки. А чё, весна пришла. Пора открывать дачный сезон. И, короче, я такой еду на дачу, да. Вот, хера, чё тут по шоссе. И, короче, вижу, там сзади какой-то придурок за мной пристраивается. Который тут на своём скайлайне гоняет. Ой, чё-то ФПС просил. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ребята. Ставим палец вверх. Вы видели, как меня сложило охренительно? Так, ну ладно, со мной это всё понятно. Это восстановление подлежит. Естественно, это фатальная авария. Ёбаный в рот. Ну там, конечно, водителю пиздец. Да и пассажирам тоже. Ну это вообще просто фатальная авария. Ёбаный в рот, а. Ну здесь фактически то же самое. Грубо говоря. Так, чейзинг ПР офф. Так, все ребятки успокоились. Куда поехал? Куда тебя понесло, ёб? Да куда ты поехал-то, блин? Алё. Я сказал, чейзинг ПР офф. Ты можешь объяснить мне, куда ты собрался? Во, молодец. Так, слушайте. Что-то это бэхо тоже не совсем валит, это мне не нравится. Надо взять что-нибудь помощнее. Конечно, у нас тут вроде бы была Лада Гранта, но она... Да, она нереальная, вот она Лада Гранта. Мы можем взять её, она тут нереально какая быстрая, но... Это не совсем реалистично. Так. Субару, ВРХ. Кстати, вот, наверное, ВРХ надо было сразу на начало брать. Причём 4 ВД. Ага. Во, ВРХ. ВРХ мне, в принципе, всегда нравилась. Это моя любимая модель Субарика. Окей, поехали. Ну что. Думаю, теперь мы в более-менее равных категориях. Субару против Миссана. Оуя. Кстати, давайте посмотрим, какой у него вид из кабины. Ух ты, нихрена себе кабина. А салон-то у него, знаете, такой... Приличный, я скажу, модель салона. Итак, короче, еду я на дачу. Хреначу на дачу открывать дачный сезон. Еду на своём Субарике. И, короче, там ко мне какой-то придурок сзади пристроился. Где он там? Ооо, нихрена себе он шпарит на Ниссане у себя там. Я пиздец. Так, сейчас мы ему сделаем подставу, ребята. Сейчас, сейчас... Сейчас Никитос всё исполнит. Смотрите, как это делается. Так, наш приятель уже потерял бампер. Нифига себе нас подкинуло с ним. Я надеюсь, он там подвеску не повредил. Ну, нихрена себе тут кочки. Вот что значит российские дороги, ёпта. Так, а наш приятель стал почему-то от нас немножко отставать. Нихрена себе. Нихрена себе он устойчивый у нас, ребята. Киздец, посмотрите, как его подкидывает. Но он такой устойчивый, оказывается, это круто. Это же очень круто. Так, что-то наш приятель от нас отстаёт. Так, ну что, ребята? Приготовились? Он уже подъезжает. Итак, делаем ему подставочку. Оп! Блядь! Ой-ё-ёй, я чуть-чуть повредил задок. Ну, совсем чуть-чуть. Потерял задний бампер. А что с нашим другом? Он ещё на ходу? На ходу. Так. Ну, у нас тоже небольшое повреждение. Мы потеряли задний бампер. Конечно, вы скажете, не так это сереважно. Но, знаете ли, они мошкобит. Ниху. Блядь, российские дороги нафиг. Смотрите, что-то даже Карлиас проваливается. Нихрена себе его там развернуло. И мне вот... Блядь. Ребята, вот что значит российские дороги, а? Кипец. Так, а наш приятель снова от нас отстаёт. Поэтому мы ради честности, опять же, сбросим немножко скорость. Так, ну где там наш приятель? Так, сейчас ещё одну подставку ему разыграем. Оп. Тихо-тихо, только не в стол. А... Ребята. А как он там? Нихуя себе! Пиздец. Ну, видимо, это баг в карте. Так, стоп. А у меня, кажется, что-то случилось с колесом. Почему-то мою машину ведёт влево. Так, ещё одну. Бля, ну здесь уже не получится. Ёх, сука, ты какого хуя мне фару повредил? Так, а у меня уже что-то случилось с Субариком. Мой Субарик ведёт вправо как-то. Где ты там? Мы ещё с тобой не закончили. Я ещё хочу с тобой поиграть. Так. ещё одну подставку. Оп. Ну, давай, 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 давай. Я ещё хочу с тобой поиграть. Ой. Них... Нихренасю. Так, только не цепляйся за меня. Эй, неужели он прицепился, а? Он ко мне прицепился. И куда-то меня решил утащить. А я ему не дам. А, сука, он мне ещё колесо сломал. Ну ладно. Ладно. Хватит мучить наших ребят. Давайте сменим тачки. Пора. Так. На чём поедем теперь? Теперь. Так. Нет. Нет, 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 нет. Lexus IS300. Кстати, по-моему, эту модель я ещё не использовал. Вот, 300-ый Lexus. Отлично. Так. На чём поедет наш приятель? Нихрена себе, сколько у меня тут автоваза. А вот пусть он поедет на седьмой. Не дефолтный. Мне интересно, что это за семёрка такая, у которой нет задних дверей. Вот это прикол. Что там написано? Вот Games. А, понятно, понятно. Так, а салон? Ох ты, какая магнитолка, ребят. Посмотрите-ка. Так, слушайте, она, по-моему, ещё и пониженная, к тому же. Или мне так. Или мне кажется. Или это действительно Duck Style. Ладно. Я всё равно поеду на Lexus. Естественно, что Lexus мощнее. Нихрена. Слушайте, ребята, он, по-моему, нереально мощный. Вот мы сейчас и проверим. Итак. Lexus против седьмого ВАЗа. Слушайте, ребята, нихрена себе наш Lexus шпарит. Я считал, что он не такой мощный. Кстати, салон. Салон у него вполне неплохой, я вам скажу. Мне нравится. Так. Ой, 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 ой. Вот что значит не слежу за дорогой. Так, тихо, тихо, тихо. Выравниваемся. Ах ты ж падал. Догнал нас. И... Получилось то, что получилось. Так. Ну что. Передняя часть у Lexus пострадала не так серьёзно. Но вот заднюю, конечно, смяло здесь конкретно. Что с нашим приятелем? Ну, ВАЗ. Он, в принципе, получил меньше повреждений. Задней двери вы даже не смотрите. У него их не было. У него изначально их не было. А вот мордочка у него пострадала, конечно, серьёзно. Так. Ну, ВАЗ он, к сожалению, медленный. Зря я его, конечно, взял. Он не шпарит. Поэтому сейчас мы его заменим на что-нибудь помощнее. Так. О. Тойота Спорт. Тойота Селька. О. Вот она, мне кажется, должна быть мощной 100%. Ну что, поиграем? Блин, неужели наш Лексус мощнее, чем этот Тойота? Не может быть. Кстати, вот ради прикола. Так. Застольничек уже перешли. Ну нет. В принципе, Тойота-то не отстаёт от нас, я вам скажу. Мне интересно, сколько из этого Лексуса можно выжить максимально. Давайте смотреть. 125. Ни хрена, ни хрена себе он идёт у нас. Ребята, 130. Так. 135. 145. Вообще, там максимально сказано, я вижу, 160. Давайте проверим, так ли это. Так. Наш приятель уже остался где-то там позади. Но мне на самом деле на него сейчас наплевать. Я хочу выжить максимальную скорость из этого Лексуса. Кстати, Лексус, по-моему, уже тоже как-то ведёт вправо немножко. Может, мне только так кажется. Так. 147. Так. Так, сквозь дорогу мы уже провалились. Хм-хм-хм. Ну что, дальше? 149. Так. 150. Вот я вижу, кажется, нет? Или только кажется. Ну как-то... Как-то с больше 148 он не валит, ребят. К сожалению. А хотя... Вон 150 есть, в принципе. Ну, короче, будем считать, около 148 максимально он разгоняется. Хотя... Вон на спидометре написано 160. Но... По такой скорости нам его разогнать не удалось. Так. И тормозной ход. Давайте его посмотрим. АБС работает отлично. Ух. Да, тормозной путь-то у него нехило, я вам скажу, ребят. Ну, а самый главный вопрос. Где наш товарищ? А вот и он. Его тут уже вынесло давным-давно. Но и с ним там все плохо, короче. Так. Так, все верну по местам. Так, ну Тойота это тоже не валит. Блин, есть что-нибудь помощнее. М5. Ну вот я бы взял М5, но я вот... Вот давайте спорт. М5 вы все прекрасно знаете. Я не понял. Слушайте, а что у него колеса не прорисовываются? Это ненормально. Ребят, я так не играю. О! Все, я поеду на М5. Я обожаю М5. Это моя любимая Бэха. Ну а он пусть едет на Лексусе. Че уж. Ну что, мы с ним сейчас поиграем. Ох, как я его развел. И все. Ему трындец. Так. Тормозной путь. Неплохой. И что с нашим приятелем? С ним все плохо. Так, еще мне интересно, куда Бэха поехала? Сюда поехала. Нормально. Куда ты едешь-то, я не пойму. О. Окей, давайте дубль два. Стоп. Я не понял, я же только что включил. Чейзинг поэт. О, поехали. Итак. Снова я на Бэхе, он на Лексусе. И опять его сейчас я шикарно разведу. Ой, блядь. Себя развел нахуй. Хотел развести его, а получилось, что развел себя. Шикарно. Итак, я вырезался в деревце. И, естественно, передок мне смял очень серьезно. О. Пипец. Несчастная моя Бэха. Мне прям жалко ее. Ну, а у него повреждение на самом деле. Бампер пострадал у него. Передняя дверь. Правая. И, ну, передок тоже серьезно пострадал, одним словом. Можно сказать, что, в принципе, они наравне. Окей, ладно. И, ребят, и последний. Последний на наши участники на сегодня. Так. Сейчас мы возьмем что-нибудь из отечественного на автопрома. Допустим. Так. Это что за 12-й у вас? Давайте посмотрим. 4 ВД к тому же. А. Помню. Помню. Как-то я его использовал, по-моему. Нет. Он, по-моему... Слушайте, я помню ту модель. Она не быстрая. 12-ку мы брать сейчас не будем. Давайте лучше возьмем. Так. Так. Вторую. Двушку. Кстати, вот. А вот двойка. Что-то пиздатая модель. У нее не прорисовывается. Колеса так. Тоже не пойдет. Тоже не пойдет. Так. А может лучше взять газ? О. Давайте Волгу возьмем реально. Вот эту. Да, да, да. На чем поедет наш приятель? Так. Пятнашка. Кстати, а что за пятнашка? А, такая пятнашка. Просто есть обычная пятнашка в BMNG, а есть мусорская. Ну, хорошо. Так, слушайте. Только, по-моему, наш ВАЗ, он... Вернее, газ. Какие-то не самые быстрые, но... Ладно. Сейчас попробуем. Часинг ПР. Поехали. Так. Это мне так интересно... Мне интересно. Наш приятель такой медленный, что ли? Что-то он не шпарит наших товарищей. Да, что-то он медленный очень. Через чур медленный. Так. А, ну что, подставку ему делаем, как обычно? Ой! Сделал подставу. Ага. Сам подставился. Пиздец. Как я удачно сел на этот столб. Это охренеть. Ну, а что с ним? С ним тоже все плохо. Так. Резет. Ол. Так. Слушайте. Давайте я попробую поехать на пятнашки. Что-то она не быстрая, как оказалось. А вот если я поеду на пятнашки... Ну, он на самом деле тоже не быстрый, чувак. Кстати, как салон у нашей лады. О, вот этот салончик. Смотрите-ка. Очень даже ничего. Так. А, все-таки он мощнее, чем мы. Ну, ладно. Так, честнее. Ни хрена себе у нас разгорнул. Так. Отлично. Мы так красиво припарковались. Так. Чейзинг плеер офф. И что с нашим приятелем? Ну, он сломал себе колесо. Немножко нарушил геометрию кузова. В принципе, повреждения не самые серьезные. Так. Дубль два. Ну что? Чейзинг... Ой. Куда я поехал? Стоп. Воу. Ну что, поехали покатаемся? Итак. Где наш приятель? Ну, вот он. Кхм-кхм. Ой, ёп. Опять я себя сам подставил, но... Подставил его. И честно, он больше пострадал, чем я. У меня повреждения не такие серьезные оказались. Так. Так. Чейзинг плеер. Ага. Окей, ладно. Давайте, ребят, последнюю попытку. И на этом закончим. Хватит на сегодня, пожалуй. Уже, пожалуй, на сегодня хватит. Итак. Чейзинг плеер. Ну что, где наш приятель? Он едет или как? Едет, едет. Куда он денется? Итак, такая ситуация, да. Начало весны. Пора открывать дачный сезон. Еду на дачу. Да. Да. У меня играет хорошая музычка. Отличное настроение. Охреначу в среднем ряду. Да. И сзади, короче, ко мне какой-то придурок там пристрастился на своем газе. И, короче, сейчас мы ему сделаем подставочку. Ой, блин. Зря я затормозил. Зря я затормозил. Чувак, иди куда-нибудь туда проветрись. Ой, бля. Сука, я самол себе колесо, но перевернул нашего приятеля заодно. Это было красиво. Ребят, я его перевернул. Но, по сути, у нас из повреждений только вот эта дверь помята теперь. И мы сломали переднее правое колесо. В принципе, других никаких повреждений я не вижу. Ох, нихера себе у него заднюю часть погнуло. Вот здесь у него серьезная вмятина. Вот это заметно. И он еще и перевернулся, к тому же. Ну, точнее, я его перевернул. Ну, что ж, народ. Я думаю, вот на этом все. Вот такая у нас получилась первая серия по BIM-NG. Первая серия в этом году, я имею в виду. Ну, что ж. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Обязательно ждите новых серий по BIM-NG. Ну, что, с вами был Никитос. Всем пока. До скорых и новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok